здарова народ добро пожаловать в новую серию по спаржи и в этой серии я наконец-то начну ставить ништяки на одиннадцатую потому что одиннадцатую я забрал буквально вчера а ништяки уже лежат на нее давно некоторые ништяки я уже показывал вам видео а сейчас непосредственно приступим к их установке либо так называемой примерке потому что в любом случае машины еще будут делаться переделываться много раз так ну именно хочу показать это колеса которые буду сейчас ставить ну точнее одно на переднюю левую сторону вот крыло потащил самый главный большой ништяк это пластиковый капот точнее он как бы стеклопластиковый вот можете видеть заказывала его еще давно еще до нового года вот как бы дождался сейчас будем пробовать устанавливать еще один из крупных ништяков это руль от весты вот такой вот перешитый тоже показывал в прошлом видео ну понятно дело решетку новую глухую вот пока все машина находится в таком вот плачевном состоянии пока то есть двери от другой 11 который я взял на разборке все пыльная грязная все разобранная что-то не пойми как все по колхозу очень ужасно тут мешалки какие-то стоят вот шумка вся пыльная тут все такое грязно страшно по проводке вообще реально бардак пневмо спускает задняя часть травит тоже все грязно страшно еще собака бампера басала мне моя же вот не окрашенная в общем в общем есть куда приложить руки сейчас буду заниматься попутно ну серия будет только на этом потому что на ближайшее время проект точно заморозится потому что надо копить финансы на другие ништяки на продолжение ремонта продолжение установления кузова на самое главное это на задней арке и на покраску кузова вообще в целом вот уже пора заканчивать с проектом потому что уже длится это третий год или буржет три года прошло ну все не будем затягивать поехали так все подготовил здесь все то что нужно так открываем капот грязно грязно отовсюду валится песок вроде как продули но все равно я на мойку вчера так и не успел заехать когда мушну забирал так но здесь тоже все пока печальненько более как бы не хотелось так царапать но все равно видите краска сейчас сходит так сейчас надо будет еще этот отцепить вот так в принципе пока убираем все крыло пока просто ставим притягивано там на несколько болтов этих главное сейчас просто аккуратненько все это сделать еще выше его а нет все он стал да так ладно крыло у нас стало но я идиот забыл сейчас поставить вот эти вот крабики чтобы крутить ладно пока вот вспоминаем как у нас идет арка без широкого колеса то есть на узком 14 штампе вот так 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 ну все в принципе запомнили сейчас думаю прикручу поставлю колесо и вы увидите результат ну вот такого чуда вот у меня получилось в принципе села как надо ну если брать в расчет что крыло еще только затянуто здесь здесь и внизу тут наверно подвыгнул хотя нет в принципе ну плюс минус все равно она будет играть еще поставится зазоры на место притянется колесо четырьмя болтами нормально хотя в принципе и так два нормально затянул должно было усесться села вот так как надо прям как и было в принципе но плюс минус опять же отрегулируется по этой стране еще ничего не делал потому что только одну сторону примерил но результат меня пока очень сильно радует про вообще доволен к брутально получилось еще конечно же не хватает переднего бампера который будет заходить чуть-чуть вот но сюда под расширение подобном будет у меня есть идея по этому поводу но так принципе вот черный диск и даже какие сейчас они вообще ну круто смотрится мне нравится еще белые надписи дополнить чтобы совсем по спортивному было но и центрами что-то придумать по центрам оно понятно что гайки будут с колпачками у меня уже это есть лежит наверху и центральные крышечки я тоже приделаю вырыжу какие-нибудь на лазеры и своим фирменным логоптипом ну то есть сделал аккуратно по поводу окраски центров но пока не знал в принципе мне черные нравятся но они теряются вот на камеру их вообще ну не видно где вот тут вот вот звезда кончается на камеру ну плохо это передается даже вроде с освещением все нормально а все отражает но может по улице будет лучше видно но все равно как бы круто бы не было брутально но хочется все-таки центре правда выделить чтобы не терять времени с колесом я закончил сейчас ставлю пластиковый капот вот он в принципе по качеству чем могу сказать он как бы аккуратный но есть конечно некоторые моменты к примеру вот здесь соединение усилителя вот он идет нет а вода вот идет 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 и вот в этом углу он как бы поломанный что любит как но в любом случае это поклевать тоже надо будет потому что я думаю с лицевой стороны у будет видно накрашена машине если не убирать с этой стороны такая же он ерунда то есть промок по вот этой грани по нижней там есть некоторые косички какие-то затертости ну в принципе думаю это все убираем они страшно по кривой не кривой я вам не скажу потому что его надо ставить примерять а плюсом еще маляры должны посмотреть что с ним ну кузовщики кто зазоры вставляет вот эти места вроде не лопнутые вот вниз эти места имею ввиду все пока нормально транспортировки было ну все вставлю его правда в одну вот очень тяжело потому что надо открытили две газовые стойки плюсом еще сам капот снять вот он вот это трудно кстати весит 18 где-то 17 килограмм этот весит всего лишь 7 килограмм но это у меня не самый легкий это получается версия город есть версия спорт которая весит 6 килограмм и есть карбоновый капот еще ну были по крайней мере раньше вот они знают что весят 5 и 5 килограмм то есть разница получается полтора килограмма всего лишь то так что в принципе как я мечтал карбоновым капоте ну получил стеклопластиковый ладно в принципе тоже неплохо хотел бы означает в карбоновую пленку поклеить чтобы типа как карбоновый был ну ладно покрашу в цвет кузова не буду маяться ерундой вот единство пока вообще страшно как бы до этого было нехотя теперь его так вообще ладно все сделаем продолжаем работать в общем поставил я пластиковый капот в принципе сел он хорошо сейчас звонил коляну чтобы он мне помог его поставить потому что еще бы я кое-как снял родной старый он тяжелый ну тяжеловатый неудобно плюс он еще на шпильках кстати немаловажный факт а в самом пластиковом капоте получается есть закладные под болты которые идут для крепления сидений к кузову в классике также я делал решетку но вот так вот он встает это что он по зазору еще не ровный потому что кое-как отдел болты здесь идет ровно ну здесь как всегда клюв торчит здесь тоже он не сел потому что не хватает одном болта дверь открывается проверял здесь тоже но это все уже зазор это все уже позже выставляется и сейчас еще пока я нуждал коляна поменял руль на вестовский сейчас вам покажу нюансы которые заметил которых я не видел у других когда смотрел видео при установке руля от весты вот такой вот руль вот так вот он смотрит с моей приборкой в принципе все мне нравится все устраивает но немаловажный факт у меня раз торпеда старого образца соответственно мне идет вот такой вот пыльник ну под рулевой колонке или как правильного назвать он не встает получается пыльник потому что у стандартного руля девятошного десятошного у него идет вот такая вот защита это получается при авариях чтобы руль вот сминался в этих местах она длинная у вестовского руля она короткая где-то наверное вот посюда да и сам у самого весовского руля руль он как бы более надут сюда то есть заплывом и вот эта часть она вообще буквально короткая торчит только сама втулка с посадочным местом ну вроде видно на руле еще не притягивал я просто накинул потому что у меня еще колеса пока выставлены я просто поставил под затянул немножко но как минимум еще надо на сантиметр туда его протягивать но если вы смотрели другие видео по установке весовского руля вы понимаете о чем я говорю вот а никто собственно про кожуха не говорит и про рычажки потому что это самое так то наверное важное при установке руля помимо самого руля то есть вот у меня с одной стороны стоит приоровский уже потому что у меня приборка цифровая здесь кнопки на ней а здесь все родная и выходит так что раз у меня панель старого образца новые рычажки они у меня попросту упираются в этом месте ну как бы вот и про это тоже никто не говорит старые рычажки соответственно все нормально ходят со и сейчас такое тоже немаловажный факт я затяну руль он еще на сантиметр углубить углубиться ладно рычажки будут вот эти вот старые течение новые приоровский они будут хорошо в руку ложится в принципе уже неплохо ложится руль все равно стал немножко ближе к торпеде старый рычажок он стал ближе соответственно здесь уже расстояние между рулем и рычажком меньше то есть уже при повороте можно зацеплять в принципе как на классике иногда бывает соответственно выходит итог придется менять улитку на какую я еще пока не знаю но можно в соответственно будет придвинуть улитку как-нибудь если это вполне возможно будет какие-нибудь прокладки сюда поставить вот вот в это место тем самым она станет ближе и рычажок он будет там вообще люто сидеть в руке ну к пальцам будет удобно и цеплять ничего не будет здесь будет зазор хотя бы в палец уже что не не может не радовать соответственно старый рычаг он вообще упрется в руль вот это дальний у нас получается включена это стандартное положение это я ближний мигаю то есть вывод какой надо менять улитку на какую еще пока неизвестно кто-то ставят вроде как от гранты от калины и либо вот как я сейчас сказал ставлю новый рычажок на левую сторону и пододвигаю просто улитку а что самим пыльником делать наверное ну понятно подрули его подрежу вот тут как раз видимо не зря эти декоративные выпиловки точнее какого углубления присутствуют по которым и можно отпиливать а ну тогда я потеряю два вот этих вот болта крепления тоже беда но это ладно в принципе он хорошо он родной счет то есть плотно сидит не думаю что развалится при том сразу улитки будут а у меня же улитка то получается тоже сдвинется ближе и отверстие должно быть уже наверно тоже ближе так что что с этим совсем чудом делать я пока не знаю я пока пропал хотел пройти руль что собственно я и сделал и выяснить в итоге то причину по которой все ездят без кожуха была у меня изначально мысля поставить кожух от европанели на вроде на разборке сказали что он не подойдет собственно я тоже есть подозрение он не подойдет именно по этому месту но опять же надо покупать мерить ставить и только тогда уже с уверенностью и так для вас прошло одно мгновение а для меня целая неделя уже проходит в ровно неделя с того момента как я забрал машину и что в итоге я сделал с ней как вы видели сейчас ранее поставила я новый руль капот и колесо для примерки также по вечерам я еще занимался проводкой в машине то есть убирал полностью весь колхоз в принципе так там не было но всякие непонятные скрутки переплетения они присутствовали в любом случае и вот это я разбирал также аккуратно раскладывал всю проводку по полу как она должна будет быть дальше опять же повторюсь убирал всякие запутанности и протирал полностью машину от пыли и как раз таки тоже в это включается новые двери потому что они были очень сильно пыльные то есть и внешне это еще осталось машина все пыльно а внутри я постарался максимально все вытереть открываем дверцу ну вот вроде более менее такой вот порядок это понятно что идет здесь подогрев кнопки стеклоподъемника также кнопки на пневму они ведут на туннеле вот два провода к ним идут и также с водительской стороны приходят на стеклоподъемники провода с пассажирской стороны то есть с правой приходят от пневмы она подогрев тут они тут сами по себе взаимозаменилим установлены то есть независимо к ним только плюс приходит а минус тут же вот вот это их шпилька и берется много музыкальных проводов к примеру вот в двери получается вот эти черно-желтые на 16 динамики вот эти идут на пищалки которые были здесь но в будущем я хочу установить вот в эти воздухозаборники эти решетки то есть получается поставлю круглые пищалки и они ну гладкие буду то есть полностью уберу воздухозаборник как и собственно это здесь будет установлен планшет вот дальше у нас тут идет это тоже на пневму все точнее на манометр белый провод идет там даже большая связка есть для него идет проводка под сабвуфер которого нет или еще не знаю когда он только будет по водительской стороне все принципе то же самое жирный провод на аккумулятор плюсовой музыкальный и остальные там право провода под задние фонари подогрев и всякое прочее электрооборудование у руля еще пока опять же не чувствую не делал как он как его поставил так он стоит но только прибирался мыл все конечно бы желательно я бы свозил машину на мойку и прям запенил бы двери и внутри тоже и керхером их промыл потому что они внутри очень сильно пыльные грязные слава богу что ребята на разборке оказались хотя бы здравыми людьми и оставили проводку спасибо им за это даже соленоиды остались то есть замки все просто столько нету передних стеклоподъемников и самих стекла собственно а сзади мешалки есть но они мне не нужны но в любом случае надо будет хотя бы сейчас на первое время установить задние стекла видос подходит концу в принципе сделал все что хотел сейчас до собираю стекла разберу старые двери двери там передние продам задние выброшу кстати уже успел продать капот и руль к старые от восьмерки которым не стоял здесь и буду выгонять единственную улицу то есть свожу на мойку и поставлю на место тройки тройку закричу сюда и постараюсь ее как-нибудь да починить там нужно решить проблему с регулятором напряжения на аккумулятор то есть не идет зарядка ну вполне должен работать генератор но я прям почему-то подозревал в нерабочем состоянии именно регулятор напряжения потому что когда подключаешь аккумулятор он дымит и воняет сильно гарью также там надо менять кольца поршневой но это уже не по моей части мне там еще надо сделать сцепление пошла полностью пропала с 11 с 11 пока ничего происходить делаться не будет потому что она но скорее всего пока замораживается потому что нужно опять же копить средства также еще надо бы сейчас дождаться пригласить человека который будет заниматься задними арками наконец-то вроде как договорили что он умеет этим заниматься и вроде должен заняться именно моей машиной также он ее собственно в дальнейшем и покрасит вот это я думаю будет происходить уже в марте в любом случае либо в апреле потому что к маю машина в любом случае должна быть уже готова хоть более-менее да как-то салон ладно хрен с ним салон я быстренько соберу ночами а вот именно по внешке она уже точно должна быть готова кстати еще надо будет докупить два баллона резины где их брать и брать на них деньги я вообще не представляю пока где ну ладно до этого далеко обязательно ставьте лайки заходите в группу вконтакте подписывайтесь на мой инстаграм заходите также добавляйтесь в steam ко мне в друзья если что можем вместе будем там играть я не знаю сервер на дискорде пока еще не создал он думал потом в будущем создам когда будет побольше народу но на этом пока все у меня для вас надеюсь вам понравился выпуск кстати спасибо вам за поддержку вы прям бомбите лайки и пока вы не было ни одного дизлайка это меня упрома сильно мотивирует создавать для вас видео каждую неделю но по крайней мере стараюсь этого придерживаться потому что реально надо уже вставать с колен и как-то искать спонсоров делать рекламу чтобы мои проекты зашевелились идеи у меня очень много по машинам и это не будут просто тупо банальные одинаковые видосики как я с какого-то магазина поставлю какие-то себе зеркала и этот интернет магазин только будут спонсировать лишь на том что я буду ставить его тюнячки на бэпановскую машину и потом ее тупо продам и солью канал ну ладно всем спасибо до встречи и пока и